Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хотя сегодня всего лишь 25 февраля, но на пороге марта мы уже должны поговорить про огурцы. То есть, как получить ранний урожай огурцов. Схема получения раннего урожая немного схожа с томатами. Да, также посеять пораньше, в стаканчики вырастить рассаду. Но она немного другая, потому что, если томаты мы можем увеличить, срок нахождения у нас рассады 60, 65, 70 дней, мы можем выращивать, они будут даже зацветут, возможно, и будут еще у нас расти, то с огурцами сделать это очень сложно. Почему? Потому что они не стоят, вы знаете, что они начинают расплетаться во все стороны, и вот когда у нас весна немного припоздает, то получается, что они растянутся у меня уже по всей рассаде, по помидорам, цепляются везде, стараются ползти. Их переращивать не нужно, потому что это очень сложно. И еще, если у томатов, как я говорила, 65-70 дней, то у них укороченный срок, вот этот, который мы можем удержать, 30-40-45 дней, больше 45 дней, их невозможно держать, потому что им уже нужна подвязка, их уже нужно тянуть по шпалере. И вот это начинающие огородники должны знать. Сейчас мы поговорим, когда нужно начинать выращивать вот эту рассаду, и я расскажу, на что вы должны ориентироваться. Я, как всегда, по своему региону, например, у нас в Сибирском регионе, в открытый грунт высадить рассаду огурцов невозможно раньше 10 июня. Если без открытия, безо всего, просто такие холодные ночи, что он очень, ну как, боится вот этого похолодания, томат более стойкий, а этот нет, если их высадить вместе, и будет, например, понижение, там ниже 5, то томат выживет, а огурец, скорее всего, нет, он погибнет. У него начнется вот это заболевание корневой системы, углубляться не будем. Короче, раньше 10 июня в Сибирском регионе в открытый грунт уже здоровую вот такую рассаду мы не высаживаем. Значит, если вы без всяких хлопот, без укрытий, без пленок, без каких-то там набалдашников на эти огурцы хотите получить в открытом грунте, но пораньше, вы вот от этого срока, 10 июня, отсчитывайте 40 дней. Значит, вам нужно июнь-май. Значит, вам нужно 1 мая, чтобы рассада взошла, посейте 20-25 апреля. Раньше не нужно май месяц и 10 июня. Как раз у вас будет там сколько, 5, пусть 6 листиков, он будет здоровый, такой толстенький. Возможно, уже бутончик будет 1-2 цветочка, вы высадите в грунт, и после 10 июня уже нет угрозы заморозков. Некоторые идут дальше, если вы захотите чем-то его прикрыть, сможете. Некоторые коробочки делают, натягивают целлофаном, некоторые просто ведра полиэтиленовые на него накрывают на ночь, и сверху нет тканку. Если вы готовы похлопотать над своим огурцом, то можете высадить еще на 10 дней раньше. Значит, вы уже можете высадить не 10 июня, а 1-го, и значит посев у вас будет еще на 10 дней раньше. Значит, не 20-25 апреля, как я говорила, а пусть там будет 15 апреля. Но все равно это будет в середине апреля. Это касается тех, у кого открытый грунт. Конечно, больше повезло тем, кто в теплице выращивает. Они могут еще ранний, еще более ранний урожай получить. И вот если 15 апреля мы сеем для открытого грунта, если у вас вот какие-то дуги, пленочные теплицы, то эти люди могут посеять еще на 2 недели раньше, то есть это начало апреля, но они высадят их в открытый грунт пораньше. Но опять же, в таком же состоянии, 5-6 листов, такая крепкая, здоровая рассада, и они высадят ее. Так, если в апреле. Теперь мы скажем про нас, вот дошли до меня. Я высаживаю всегда в теплице. То есть я высаживаю раньше тех, кто в открытый грунт, раньше тех, кто под коробочки, раньше тех, кто под пленочные вот эти укрытия. У меня теплица поликарбонатовая, и все, у кого вот такая теплица, тот может еще раньше посеять и пораньше высадить. Значит, мы высаживаем уже в мае. Но это, естественно, все зависит от того, будете ли вы первое время укрывать. Я всегда укрываю. Я высаживаю огурцы, над ними делаю маленькие дуги, тут еще пленочку, сверху на ночь не тканечку, и вот эта поликарбонатовая теплица. Вот это позволяет еще на 2 недели раньше посеять, но я иду еще дальше. Вот для получения очень-очень раннего урожая я сею вообще в середине марта. Вот сейчас буду сеять, я вам покажу. И первое время вот эти, ну прям совсем мало, 4, 5, 6 штук. И вот эти я выращиваю, так же, как томаты с перевалкой в более большой объем. Если вы хотите получить очень ранний огурец, вот он может быть прям уже в мае, значит, вы в середине марта сеете на рассаду, выращиваете в стакане, как только займут корни весь вот этот стакан, весь грудь, вы осторожно переваливаете в больший объем. Я в ведре таскаю его, выставляю, на ночь заношу, вот два ведра у меня всего. Но это позволяет мне потом, ну и там в пакете, я потом покажу, позволяет мне потом в мае вот этот пакет с земляным комом взять осторожно, выставить и закопать туда, куда мне надо. Я в старой стиральной машине вращиваю любую кадушку или там в землю, в теплице. Самое главное, что я сейчас хотела сказать, выбирая вот эти вот сорта для раннего урожая, главное не ошибиться. Если вы начинающий, вот смотрите, написано, где же нежинский-то? Есть очень хорошие сорта, на которых написано, один из лучших сортов для засолки, нежинский. Не возьмите, пожалуйста, такой для раннего урожая. Для раннего урожая только F1, только самоопыляющиеся, еще лучше партенокарпические, а для совсем раннего, еще лучше те, которые, они вот прям тепличные, вот такие. Я высаживаю зазолю, иногда высаживаю свою любимую Настю, у меня, Настя, мучок, два любимых сорта моих. И вот только такие, которые без применения пчел можно выращивать, сеять вот в марте на рассаду, там в начале апреля на рассаду. Те, которые вы будете держать в теплицах, те, которые будете держать под пленками, обязательно должны уметь самоопыляться без применения пчел, потому что в это время двери теплицы у нас плотно закрыты. Если мы откроем, им будет холодно. И вот для такого урожая мы выбираем только-только самоопыляющиеся гибриды. Не дай бог посадите какой-то, вот, например, парижский корнишон, тоже хороший, вот хрустящий. Они вкусные, они хорошие, но это только для более позднего посева, когда будет или открытый грунт, или когда будет в теплице, у вас открыта дверь. Вот из-за этого выбора зависит очень многое. У меня одна женщина написала, зрительница, что мы посадили очень рано, вырастили рассаду, все хорошо, держали под пленкой. Следующую партию этого же сорта высадили на, ну, почти на месяц позже. И вот, когда этих тоже высадили, они начали вместе расти плодоносик, и вместе получили урожай. Те, ни один огурец раньше не образовался, а все почему? Просто потому, что в то время, пока они были накрыты, и не было пчел, никто их не опылил, потом оказалось, что это пчелоопыляемый гибрид. При выборе гибридах тоже нужно быть очень осторожным, потому что на некоторых написано пчелоопыляемый гибрид. Значит, он гибрид, но для раннего урожая он не подходит. Все, желаю вам удачи. Вот эти вот самые ранние урожаи, они ведь самые вкусные. Даже если вот кто-то говорит, что когда выращиваешь в ведре огурец, там меньше урожай, но мы же идем на это, мы знаем это прекрасно, что когда у них условия не очень благоприятные, когда мы их в этом ведре, там им мучаем, можно сказать, что туда-сюда их носим, ясно, что, ну, все это для них немного и стрессовое, и немного не те условия, и вот эта вот перевалка постоянно, я первый раз со стакана в ведро, потом это ведро в стиральную машину, но тут же самое главное у раннего урожая, это не огромное количество, мы не собираемся солить их в бочках, вот я когда в позапрошлом году сильно ранний урожай, зато какая радость, вот этот маленький внучок подойдет, такой, о, огурец, ну, это мы выращиваем, конечно, для того, чтобы кого-то удивить, кого-то порадовать, самим порадоваться, и даже не столько, чтобы вот просто до отвала наистись, а просто увидеть вот этот первый огурец, почувствовать его аромат, разрежешь аромат по всему дому, и уже думаешь, ну все, вот теперь точно настоящая весна, теперь мы живем, особенно у нас в Сибири, как только первые вот какие-то плоды завязываются, это значит все, зима закончилась, еще одну зиму пережили, победили все морозы, желаю всем нынче хорошего такого сезона, чуть получше, чем в прошлом году, когда у нас град заваливала снег, но все равно, и в прошлом году у нас были и ранние томаты, и ранние огурцы, и все такое, первое все из-под снега, вот так отряхнулось, вылезло и расцвело, все, до свидания.